Дорогие друзья, мы добрались до Семиза на фоне скалы Дива. Выглядит это просто фантастически. И очень круто, когда сзади тебя находится такое прекрасное море с красивыми девочками. Да? Да. Красота. Обожаю южнобережное шоссе, золотые виды на скалы. Горы с правой стороны проезжают. Туда дальше тоже врываются. И зеленые насаждения по обе стороны. 9 километров нам осталось до Семиза. Поражает, конечно, пустота дорог. Никого, нигде. Люди. Ау. Нет, ну как бы есть машины, но сказать, что много людей я не могу. Прям очень мало народу. Вот, смотрите, трассу вперед показываю. Пустота. Здесь у нас Алука. В Алуке там такие тонкие улицы, что туда, честно, абсолютно и заезжать не хочется. Как-нибудь потом обязательно побываем сами. О, оттанчик. Заезжаем на заправочку. Цены 62.99 за 96. 95.59.99, 94.54.99. Дизельное топливо 68.99. Дизельное топливо 65.99. Вот такие цены. Сравнивайте с своими городами. Пишите об этом в комментариях, где дорого, дешево. Вот он, первый взгляд на Симис. Это гора Кошечка и скала Дива внизу. Обожаю эти места. Мы зимой здесь были. Мы сейчас прогуляемся уже летом. Виды, конечно, Симис, даже с трассы. Просто прекрасно. Мне кажется, это самая ярко выраженная гора, которая формирует кошечку, которая пьет из моря водичку. Другие как-то там можно, конечно, дорисовать воображением, но здесь все именно максимально реалистично. На кругу магазинчики слева. Нам надо вот сюда дальше. Мы ищем сейчас, где припарковать машинку. Слушайте, он тут поживее. Прямо даже как-то гораздо интереснее все выглядит, чем когда мы были здесь в зимний период. Вот я все деревья с листиками. Во-вторых, люди присутствуют. Впереди автовокзал. Как это место выглядит. Мы здесь с Оксаной гуляли. Он такой маленький, уютный. Все так рядышком. Здесь мы чебурейки ели. Там дальше спускались. Там бульдер ели. Будем еще пробовать? Думаю, да. Но мы потом дойдем. Счастье у человека, смотрите. Может, с того в какую-то сходить, обзорчик снять. Я прошлую поездку тоже проникся этим местом. Мне прям тут очень понравилось. В общем, 7 из, ребята. Здравствуй. Крым. Мы сейчас переодеваемся, готовимся и отправляемся на прогулку. У нас нет жилья. У нас палаточка. Будем потом искать, где припарковаться именно в палатке. Поспать. Можно хоть здесь. Сформаем мороженый, молочный коктейль за 200 чай, кофе. Пока там Оксана выбирает, какой хочет коктейль. Я вспомнил о том, что у меня кофе остался на машине. Такого не видел. Мясо свинина, куры и рыба для животных кинка. Купили яички, печенки. Можно двигаться дальше. Самое главное, маленькая водичка, чтобы отчего попить. Коктейль готов. Я купил такую вещь за 100 рублей. Кушаю. Ну, выходим в семью. Санта вспомнила, где там маслицы покупала. Мне туда хочется вернуться. Говорят, что людей. Два дня было хорошо. Вот сейчас уже два дня подряд. Как будто все куда-то выехали. Вообще пустота. Люди в шоке. Ну, сорта. Прям тут. Мы спускаемся в парк. И здесь, я думаю, водка. В этом вы уже работаете торговый павильон. Но нет. Давно-таки не видел объявлений. Досок. Клево. О, кстати, турничок. Мы в прошлый раз здесь кушали. А здесь направо открылся рыночек сувениров. Ну, я думаю, что не будем ходить все это разглядывать. Оно плюс-минус везде одинаково. На всех городах. Единственное, ребят, вы если что пишите, где здесь вкусные фудточки, на которых вы кушали. Ну, потому что в прошлый раз покупали бургеры. Мы, скорее всего, после моря к ним вернемся. Сейчас чуть перекусили. Но у нас большой маршрут на прогулочку. Прикольно, да? Так в частный сектор спуск. Калитка тут, калитка. О, кафе восточной европейской кухне. Красная, работает вроде бы. Мы когда здесь были зимой, но, по-моему, только строилась. Сейчас вызываете аптека и большая от газона фудкорта. Здесь продают разные сувенирчики. Улочки. Смотри, мы уже подходим к парку. Есть еще улочки, проходы к морю, к пляжам. Сдается жилье, если что записывать и номера. Такие вот лестницы. Мне прям очень нравится. Я потом, когда монтировал видео, смотрел, что за здание проезжал. По правой стороне еще будет тоже замок, дача. Сколько крутой сезон. Восточная кухня даже не открылась еще. А хотя нет, смотрите, дальше вроде бы тут столики стоят. Значит, работает с той стороны какая-то часть просто закрыта. И вот туристы, наверное, вторые, которые у нас встречаются за все время еще прогулки. В прошлый раз вот здесь ходили к морю. Сюда пойдем, потом в парк, да, поднимемся. Давайте так и сделаем. На море искупаемся, свяжемся. Это семизерские котики. Привет тебе, солнышко. Какой там пугливый, да? И мяукает. Это мурлычка. Еще такая более крутая. Мяу. Привет тебе. Вы помните, что мы находимся под горой Кошка. Поэтому здесь город Кош. Конечно, Крым славится за этими монументальными кипарисами. Идешь, здесь вот имеет место быть, чтобы они тут росли. Тут местные жители, видите, знают, где парк варк, где-то 163 регион. Чтобы машины разъезжались. Мы доходим до поворота уже туда, ближе к пляжу. Но тут, честно, так как вечно зеленые вокруг нас, ничего особо не изменилось, как было. Но вот кто-то может сказать, какая там разруха. Я не знаю, я иду по семье, тут такой воздух, морской, тишина, спокойствие. Мусор валяется. Вот я хотел показать, да, что там убирают. И здесь почему-то вот не дошли. Не суть. Да, это первая мусорка. Это все по-честному. То есть везде была чистота. И то люди, видите, в кучке собирают. Но я бы хотел обратиться к людям. Не убирают, не оставляйте сверху мусора, еще мусор. То есть создавайте тем самым такой апокалип. Вот, кстати, здесь можно машину поставить. Атмосфера здесь какая-то совершенно другая, поэтому... Помнишь мой Сидор? Да. Ты хочешь? Ну, нормально. Ну, хорошо, мы тебе купим. Ощущения, я не знаю, какие-то нереальные. Поэтому меня притянуло сюда еще раз приехать и в летний период посмотреть, как здесь все выглядит. Еще один дедок прям на берегу. Просто голова сворачивается, чтобы на него посмотреть. Тут набережно. О, кстати, а там парковка прям выезд к пляжу есть. Сбор спасателей происходит на перекурин и туалет-указатель. А вот такой вот лестнице спускаемся в самый низ к пляжу. А пляж-то тут только готовится, ребята. Посмотрим на пляжную территорию. И здесь выставляют столы. И есть навесы. Выравнивают поверхность пляжа. Какая вода. Вот эта картина нравится. Смотри, какая девушка и какая собачка рядом с ней. Сляпка. Такой собачка. Глядите. Людей прям немного. Можно сказать, даже можно и не искать уединенные пляжи. Работает там канатка до Скалы Дива. Возможно, по ней тоже прогуляемся. Ну, такой вот вау-эффект. Там еще санузлы есть. С левой стороны кафе-бары работают. Ну, только готовятся. Типа, ребята еще не готовы. С правой стороны работает рыночек. Ну, то есть, собственно, вот так вот выигрывает береговая линия. Ну, ты вообще довольна? Я думаю, мы тут останемся на ночевку. Прямо на пляже? Пляжная территория. Вот так вот прям в шахматном порядке люди лежат. И Оксана говорит, тут девочки самые красивые. Оксада говорит, да? Красивые? Красивые. Самое здесь красивое, это, конечно же, цвет этого моря. Фантастика. Мы сразу здесь уходим в глубину. Прямо честно хочется туда занырнуть. Блин, какая классная вода. Вот это я понимаю. Открываешь сезон? Я прям хочу сюда. Пока не хочу в скалу. Мне не нравится этот путь. Вообще максимально неудобно. Ну, вон там все дальше, наконец, удобнее. Куда мы не пойдем, там людей много. Нет, вот, смотри, пятачок, вот-вот. И там, вот только первая пара подошла, вообще никого не было. Мы чуть дальше не встанем и зайдем купаться. Да? Мы, кстати, были правы, что пляжи здесь подровняют. Это были подъемы вверх. Сверху у нас, помните, находится красивый парк, по которому тоже с вами погуляемся. Какие купальники в этом нету? Один круче другого. Мы специально прошли дальше, чтобы людей было поменьше. Здесь вход более такой пологий. Это выглядит прям очень круто. И не по крайней мере, это заходит. Так, температура воздуха 32,6. Мы достичь чуть в угол. Здесь удобнее будет измерить температуру воды. Мы решили подняться наверх по центральной лестнице. Хотим, потому что пойти туда дальше купаться, к скалам. Но посмотреть заодно, что продают и как это выглядит. Александр говорит, хочет надпись «Крым» на футболочке себе. Здесь разные вещи, закуски. Но хочется чего-нибудь такого больше существенного. Мороженое, напитки. Продают коровкой скляновки по 150 рублей. Находится очень вкусный чебурек. Какие ценные. Кому что, ребята. Девочкам мороженое. Чебурек янтык она отказалась кушать. А я буду кофеечек американам. Какая-то здесь справедливость. Вот одни, кажется, божики. Двигаемся дальше. Здесь еще один пивной павильончик. Тоже столики вдоль моря. Свой вайп с музычкой. Слушай, ну какие кадры ты вот так идешь просто? Вау. Прям очень круто смотрится. Мороженое отдельно продается. Фреш-бар, ребята, делают свежие напитки. Уже есть, но по ценникам интересно. Вот на пляже фруктики можно прикупить. Круто. Здесь еще коктейли, кофе. Тут какая-то красота будет у ребят. В общем, все торговые павильончики разобрались. А что спешить, когда людей нету? Вот когда люди будут, вот тогда надо уже опаздывать. Для меня вот семись что-то прям вообще зашел. Мне очень нравится новый свет. И на одном же месте заходит и семись. Вот благодаря скале Дива, вот этой горядачского окошка. За ними там дикие пляжи. В общем, очень круто. Ну, тут я так понимаю, здесь так же, как и у нас. Все, кто приезжает, говорят, о, какие там песчаные дюны, большие пляжи. Привыкаешь ко всему. Тоже ребята готовят водные развлечения. Тоже к запуску. В скором времени все заработает. Сапы, прокаты. Варят спуск к морю. Рыбаки и девчули. Семизе, Оксана говорит, никто никуда не спешит. Кушает чипсы. Я хотел вам вот этот пляж показать. Это в углу семиза. Возысковое Дива. Оксана говорит, пойдем там, где людей поменьше. Походу, здесь больше людей, чем других местах. Ну, море, конечно, здесь мать. Вот сюда можно прийти и тут купаться вдвоем. Вообще никого нет. Здесь можем увидеть последствия шторма, который пришел. Бабах тут тоже все снес. Может быть, конечно, давно, но все равно это был шторм. Аренда, если вдруг кто-то хочет заниматься бизнесом. А сюда есть спуск на этот пляж. И там дальше чебуреки. Домашняя кухня с видом на море. Вау. От пляжа, ребята, поднимаемся выше. Мы здесь уже прогуливались по этой дорожке под парком. Хотим отправиться туда, к скале. Это еще не высоко. Наверное, выше поднимался, там от 10 метров прыгал. Так, вот увидели, как девушка прыгает со скалы тут. Мы, может, ночью пойдем прыгать тоже. Днем не прыгать? Только в 10 метров пойдем. Так, ребята, если я не вернусь, запомните эти слова. Потом еще ночью, возможно, будет светящийся планктон, где скалы. Еще рано, море холодное. Думаешь, не будет еще? Нет, еще. Нам очень повезло. Честно, думаю, солнце зайдет. Будет как-то не очень. Но оно зашло и стало прям не холодно, не жарко. Идут дожди с июля месяца. Когда я тут жила, дождя не было. Почти три месяца. Вы прикиньте? У нас тоже так бывает. Бывают засушливые годы, бывают дождливые. Правда ведь? Почему Крым ушли дожди, а у нас нет? Мы, кстати, в прошлый раз ходили вот сюда, в левую сторону. Но в этот раз мы делаем правильно, подвигаемся по лестнице и пойдем по ровной дороге. Помню, как мы там лезли. Было ржачно. Давай, засемись. Я тоже так хочу. У меня даже вино есть со мной. Нам еще за руль садиться. Еще будем дарять место, где ночевать. Мои-то, ляуча уже поспевает. Я одну попробовал, она сладкая, вкусная. Мягкая. Кайф. Бесплатная хоть что-то в Крыму. После этой лестницы мы поднимаемся. Идем сюда, направо еще чуть-чуть. Туда не ходите влево, там просто какая-то сточная система работает. Как мы и говорили, что там было больше исключений из правил. Мусорки без мусора. Вообще, мусор без мусорок. Здесь, в этом плане, везде мусорочки есть. Самое интересное, что в парке самая топовая скамейка. Сейчас свободно. Скажет мне так, наверное, меня. Лид, давай кто-то вставим, что ли? Тебя начнут, Лид, нереально. Прямо на этой лавочке? Откуда? Давай. Ночью мы поднимемся на лес, посмотрим на звезд. И надеюсь, крючки растянутся. Иначе никаких звезд не будет. А если не будет звезд? Лучше женщинам пить нельзя явно. Ты куда залезла? Это просто огонь. О, ты видела? Это мусорка, оказывается. Это не мусор, это бозон цветочный. Кто-то вот из людей прям некультурный. Красиво. Мимо того места, где мы сидели, есть еще спуски к морю. Мы отправляемся еще чуть выше, чтобы все-таки уже пойти к скалидиву. Мы туда должны добраться. Хочешь, не хочешь, мы немножко цепляем этот самый семейский парк. Тут впереди к Ленину выход. Лавочки, новые настилы. Здесь детский городок. Кафе, смотрите, за работу. Какое красивое тоже. И туда выход на центральную аллею. Ну, а вот этот маршрут уже у нас ведет непосредственно к скалидиву. Сто процентов. Тут с левой стороны такой парапет. Мимо Можжевелов. Двигаемся навстречу ветру. Слушай, приходит ветер. Будет, конечно, обидно, если Оксана столько говорила о том, что в семей не синяя дождей. Семей здесь вообще никогда их не бывает. И тут бац, сейчас как Ливаню. Ну, ничего. Мест в самом поселке много. Если что, снимем номер, переночуем. Ну, а она, думаю, будет больше хотеть в палатке, да? Я в палатку. Хорошо, мы тебе сними номер и поставим посредине палаток. Нет, 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 нет. А я в палатке. Хорошо, договорились. Прибрежный аквальный комплекс у скалидивы горы Кошка. Собственно, с правой стороны это вся красота и расположена. Мы выходим сюда. Слушайте, там сверху какая-то движуха идет. Люди веселятся. Ну и здравствуй, Дива. А это пляж. Симбиза. Там он такой пустынный смотрится. А сюда, наоборот, больше народу. Красота. Ой, ё-о-о. Я думал, мы прогуляемся по этому мостику. Даже думал, потратить на это деньги. Но, к большому сожалению, здесь еще комплекс только готовится к запуску. Жалко, конечно. Там еще скалы нависают над этим местом. Как тут круто. Сколько тут разных тросов. Там даже есть скамеечки, на которых можно посидеть. Но пойдем сначала вниз. Вот обидно, если мы не спим на нее подняться. Прям, ну, очень обидно. Тоже вниз открывается вид. И вот она, лесенка, которая туда нас ведет. Там двое. Еще тут двое спускаются. И мы двое идем. То есть количество людей, которые сюда идут, мне кажется, вообще минимально. И потихонечку двигаемся. Мы в этот раз идем вообще в шлепках, не заморачиваясь. Мы, что были уже, знаем, что здесь можно спокойно. Любому туристу пройтись. Главное запастись терпением. Она смотрит на это море. Она вот здесь ходит искупаться, да? Да, это мое любимое место. Пойдем. Мне эти места, в прошлый раз, когда я был здесь и смотрел потом видео, после монтажа понравились очень, как выглядят. Они очень фотогеничные, видеогеничные, можно их назвать. И захватывающий дух. Поэтому я уверен, что если вы даже сами сюда приедете, снимайте обязательно себе для памяти вот эту красоту. Она вот точно зайдет. Ух, дива. Идем-идем тут в обратную сторону, как здесь все выглядит. Окса, ты лазила в эту пещеру? Ну, я тоже. Ну, да, я смотрю, все лазят. Там даже тропа такая прям вытоптана. Интересно. Ну, как вариант. Здесь заканчивают, конечно. Нельзя сказать. Серединка этой лесенки готова. Интересно, я бы прошелся с удовольствием. Люблю экстремные такие вещи. Не мусорить, друзья. Это самое важное утверждение или просьба. Но не будьте плохими людьми, будьте хорошими. Поехали в Крым, говорит, купаться. Приезжаем, там медузы. Развиваемся. Для холена медуз. Ну, как бы много, да, медуз. Я уверен, что ты именно так хотела сказать. Смотри, рыба. А среди медуз плавают рыбы. Вау. Ты готова купаться в медузах? Ну да. Ну да. А что тебе, короче, крымские медузы тебе норм, а напские не нравятся, да? Ну, скала. Ну, вот, как-то так. На все скалы перелазим. Ну, чтобы одна поднялась. Сейчас прилив, видимо. Какие камни. Ну, сюда же скалы можно допускать. Ну, что, дорогие мои, покажи этих медуз. Медузы, я иду к вам. Только об камни не ударься. Я постараюсь. Крым. Что не сделаешь для рекламы тебя? Медузы. Это, вот, в других местах не купался, пока медузы не видят. А он живой. Медузки. Что, их много? Они все от меня убегают. Лови их. Ай, где там кто-то. Бросай их в меня. Кидай. Только не в рюкзак. В рюкзак прям. Заряжай. Почти попал. Смотри, а сейчас дачи плывут, я могу тут больше 120. Еще раз. Давай. Это было опасно. Так, о-о-о-о, я что нашел-то? А-а-а. Он почти попадает. Мне кажется, еще чуть-чуть и попадет. В общем, медузное купание, лови. В смысле, дальше плыви? А? Дальше плыви? Я спал. Проверяй. А вот. Медуз. А эти тут много. А дальше? Да они дальше чуть-чуть. Да нормально все, они что кусаются. Давай камера. Не, эти кусаются, я знаю. А, расконечились. Шпага, покажи свой шпагат. Как наши уроки йоги проходили. Я весь там попадаю в кадр. Да-да-да. Ничего не там не вывалилась. Сейчас она скажет, а я купаться не буду. Это будет огонь. Купание с медузами. Крым 2020. Какой-то там четвертый год. Лучшие медузы вас ждут, друзья мои. По камушкам пытаются пролезть. Там, где нет медуз. Там, где нет медуз, неинтересно. Там, где они есть, там классно. Она готова сделать это. Та-да. Зашла. Самый прикол, ребята, она-то там нырнула. А я вот сюда. Прям в эти медузы. Было прикольно. Одна там нашла бассейн. Купается в нем. Я чуть поднялся выше. Пытаюсь к ней перебраться с вещами. Вот я лезь по этим скалом. Эти вещи сюда перенес. Мы были вот там нырял. Сейчас, если она здесь находится. Тут вообще есть такая городка. Вот такое вот место для купания. Ну, там за углом кошку вижу. Там миндийский пляж среди камней. Я думаю, что мы туда тоже доберемся. Еще, конечно, нам сюда до горы залезть надо. Когда здесь под горой, главное не уехать. Кстати, очень удобно. В принципе, все же не удобно. Здесь прибираться. Получается, довольно-таки классно. И нырять я не рискну. Я, потому что наслышан тем, как люди прыгают и бьются головами. Ну, вид вам этот покажу. Вау. Не правда ли? Красиво. Фантастика. Вау. Главное, ради кредитера. Навернулся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Вы опять вышли, мастерит дальше свой проход, тут зашла водичка Ну медузки тоже есть, меня всего жгёт, чтоб ты понимала Да? Да Говорил нельзя Не ныряй, не медузов Не, ну не то, что там, как чахпимов, всё главное, чтоб, знаешь, анафилактического шока не было Ну, там много угарит, и положите-то не отмылось Ну, конечно Смотри, с какой скоростью там парень побежал Друзья, мы отправляемся туда, Оксана уже, вон она, здесь ещё ребята ходят Но проблема в том, что, кажется, начинается дождь, нам, как всегда, везёт Надеюсь, что успеем посетить это место На спуску такая вот лесенка, и на подъём тоже, мы её уже проходили В принципе, здесь всё очень быстро Вспомним наши спорт-моменты И тогда у нас всё получится быстро, непременно Надеюсь, что сейчас все, кто на меня смотрит, поддержит Юрел, спей до дождя Ещё тут кайфовые виды вокруг, друзья Кошка появляется Ну ладно, снимать не буду подъём Смотрите, всё же наверху Всё-таки пляж хочется показывать с разных ракурсов Ну, как даже сейчас такую погоду Здесь очень красиво смотрится Ещё ребята идут Александр, кстати, говорит Раз в два ходила по этой канатке И стоила она по 500 рублей Польём Вот эти места ещё он мне показывал в этот раз Вот так красота Снова покорена ещё и дива С её великолепными видами На все места, которые вы только можете себе преобразить Мы здесь видим Ай-Петри Пляж Семис С этой стороны у нас скала-кошка Или гора-кошка, правильно сказать Нудистский пляж Это крыло называется Лебедя-скала В общем, красотища Где? Как? Не зря поднялись? Освежить воспоминания Или зря? Оксана говорит Давай не пойдём Да давай уже сходим Чего же пришли? Ещё по парку погулять Чё-нибудь покушать Место, куда спать Пойдём найти Тестерок развестный Звёздное небо, что ли, увидеть Туча, расходитесь по-братски И все кому-то рассказать Зачем нам надо звёздное небо Мы будем колдовать Знаю, что многие будут ругаться Но здесь можно ещё красивее Замутить Фотографии Флагом России Он поворачивается Если чё И на фоне Кошки На краю земли И снова дождь Пора бежать Вниз теперь Честно, как-то немножко грустновато Даже уходить отсюда Покупались Самое топовое Это, конечно, купание с медузами Это было просто Вау! Последок Обязательно надо сходить Чтобы запечатлеть Диву ещё со стороны Те пляжник Жалко, конечно Всё заняты Девчули сидят выше Тут Ребята на лавочке Отсюда Красивейший просто вид И панорамка Этот мостик Вот это дальше На скалу Кошку Вот это прям Милота Кс-кс-кс-кс Там ещё один сидит Если его не разглядели Такая загорающая киска Писечка здесь очень красивая И вот В это место Тоже обязательно надо прийти Чтобы со стороны Увидеть Девчуль, которые там сидят Ещё ниже Клёво Тут что-то одни девушки Насобирались Вот я не знаю, что там Ребята хоть парочка сидят Так бы я был вообще в шоке Одни девчонки вокруг И я Чё делается? А мужики Как бы получается На двух мужиков Здесь Пять-шесть девушек Привет Кис-кис Кис-кис-кис Я Секундочку Можно Поглажу киську Чтоб не спугнуть Нельзя их тут Обламывать Потому что мы находимся Под горой кошка И сегодняшняя ночь Зависит полностью От этих животных Смотрите, мы вот Пришли по той дорожке Поднимаемся сюда налево Чтобы полностью Весь парк обойти Мы приходим сюда Сверху Ленина, кстати На весь этот комплекс Тут наводит порядок Мусор Собран в мешочке Парк Когда я в прошлый раз Его смотрел Он меня вызвал Самые классные Эмоции Здесь указатели Куда пойдешь Что найдешь Смотревую площадку Мы с вами уже оценили Здесь Беседочка Качель Вот где надо Спать Приходить На качеле Твоя одна Моя вторая Скамейки вдоль Этой аллеи Девчули делают Вот такая Сколько тут дешенок Прям я в шоке А здесь Скейт Городок То есть он Очень классный Детский Которые любят Такие вот развлечения Прям Кайфанут Я уверен Прям Там Для занятия Спортом Места И тут ребята Раскат Ну граффити Все разрисовали Красиво Причем Как вам Напишите обязательно Хотели бы такой комплекс У себя Я думаю В Анапе Многие скажут Да С бетона Выполнен То есть Более Стойкий Не как у нас Фанера И там каждый год Разваливается Прыгивает Трюки Делает Красота С этой стороны Можно увидеть Еще одну детскую Площадку С горками Среди Леса Дальше Выход На центральную Аллею Я вам хочу Показать Что здесь Еще есть Площадка Для настального Тенниса Сан Говорит Что приходится Своими Какетками Тут сразу Три стола Стоит Между Кипарисов Сосен Здесь Зади Меня Санузел Цена 25 рублей Ты когда Вспоминаешь Цены По 50 У нас В Анапе Прям Больно Становится Но это Центральная Кипарисовая Аллея С розами С культурами Фонтаном Там В центре Как вам Такая красота С той стороны Детские Площадки Здесь у нас Детская Площадка И вот Хочу поближе Показать Насколько Она тут Тоже Просторна Для самых Маленьких Проверизовано Все Самокат Кто-то Забыл Там Катерянный Домик Полазить Очень много Всяких Разных Тренажерчиков Для детей И в чужие Тут фото Делают Важно Каждой Статуи Таких Прикрытых Красивых И Классных Уф И Розы Эти розы Можно Просто Влюбиться На Левой Стороны Тоже Вижу Еще Одна Зона Прогулочная Там Скаменечки Стоят Ну А здесь Этюд Со Змеей Жалко Что Даже Летом Приехали А фонтан К сожалению Здесь Почему-то Не Работает Хотя Хотелось Очень Туда Также Можно Прогуляться Повлее Выйти С парка Здесь Хотелось Видеть Рабочий Фонтан В прошлый Раз Мы Заходили В магазинчик Здесь С правой Стороны Покупали Напитки Ну И Торговали Здесь Что-то Пока Еще Не Пооткрывались Мы Смотрели Сами На Эту Зону С Той Стороны Кафе Ежи 1994 Года Я понимаю Открытие Уникальное Говорят Место По Менюшке Можно Посмотреть Ну Ходят На Нем Очень Интересные Слухи Что Тут Это Гейский Бар Можем Зайти Да Тут Собираются Геи Тут Раньше Собирались Геи Это В принципе Место Гейское Есть Лидийский Гейский Пляж Знаменитый Российский Синис Это Город Геи Пойдем Синис Чтешь Не хочу Ночевать Короче Давайте посмотрим Будем думать Что мы Это Все Не Случили У нас В России Понимаешь Президент Говорил Что Пропаганда Всего Этого Запрещена И Я Честно Как бы Считаю Тех Кто Болен Надо Лечить Короче Я сейчас Передумал В этот Бар Заходить Здесь Вот Как Я Футбольный Баскетбольный И Может Надеюсь Что Здесь Детская Площадка Смотровая Есть Место Где Посидеть Отдохнуть Пока Ваши дети Играют Просто Тренер Занимается С ребятами С правой стороны Еще детская Зона Здесь Есть Кофе Американо Кстати Американо За соточку Можно взять Капучино За 200 Я же Задумался Зайти Взять Кофе Но Сначала Давайте Покажу Еще Вот Эту Зону Детскую Городок В общем Парк Клевый Дальше Еще Одна Беседка Для Отдыха Это Большое Место Для Полазать Вашим Деткам Дальше Кафе Барашки Называется Прикольно Мороженого Продопит Наверх Можно Зайти Поесть Раз Я ходил По парковой Зоне С правой Стороны В этот Решил Тут Выйти Аксона Пошла По парковой Зоне Прогуляться Еще Одна Статуя Впереди Среди Роз Стоит Здесь Тоже Долго Быть Фонтан Пойдем Глянем Сколько Гостиница Вот в такой Отделке Камушками Там Очень Симпатично С этой Стороны Парковой Зон Тоже Можно Совершать По ней Прогулки Тут Какой-то Свой Армат В прошлый раз Я в эту часть Парка Даже не Заходил К память Жителям Поселка Семьи С погибшим Великой Отечественной Войну А здесь Ее Ксения Семьи Поэтому Здесь И Нравится Оксане Сильно Здесь Кострономия Магазинчики Предлагают Ну и По этой Дороге Можно К горе Кошки Пройти Тут Готовы Открывать Еще одну Торговую Точку Ну и Еще один Загляд Кинем На Этуалее Великолепно Только уже С этой стороны Уверен Что вам Понравится Особенно Когда мы Сравнением Будем с тем Моментом Прогулки Без Зелени То По крайней Верене Здесь Заходит Горазто Больше Ну и Самый Главный Властитель Этих Мест Котики Привет Красотка Они Немножко Даже Все Похожи Я Начинаю Думать Надо Купить С собой Корм Немножко Подкармить Наши Пушистых Друзей Здесь Парковая Зона Тоже Очень Интересная Можно Крайшик Зацепить В дальнейшем И здесь Наведут Порядки В плане Того Что Сделают И тропинки Прогулочные Зоны И он Здесь Станет Тоже Очень Круто Гулять Здесь Парковая Зона Тоже Очень Большая Это Тротуары Есть И сейчас Поют Птички Скамейки Паймы Даже Местами Встречаются Наверное Семьей Нравится Больше Всего Потому Что Здесь Не так Уж Много Этих Самых Пальм А Больше Зеленых Растений Можно Кстати Прогуливаться И по Нижней Части Парка Пустики Париса Я Спускаюсь Ниже Получается Там Лейка Прогулки Здесь Лейка Для Прогулки Здесь Еще Вдоль Берега Обрыва Такая Вот Набережная Красивая Гуляй Наслаждайся С удовольствием Получай Эмоции По максимуму Смотрите Как можно Отдыхать Чем Парочки Собственно Занимаются Красота Парк Мы Прошли Можно Сюда Выходить Здесь Единственный Момент Ребятки Что Допустим Столовая Большущая Море Называется Море Пиво Панорамное Кафе Раздача Стоит Еще Пустая Но Еще Не Запустилась А Жаль Может быть Когда Нибудь Она Заработает С этой Частью У Семьи Запрощаемся Классный Курортный Уютный Поселочек Возвращаемся Возвращаемся В прошлый раз Смотрел Это Кафешечку Три штуки За 480 Чебуреки Можно Завтраки Взять Я спрашивал Как тут Вкусно Невкусно Ширпан Узбек 350 Можно взять Большая 400 Миллитров Лагман 400 350 Это Ширпан 220 Это Вот Такое Местечко Посмотрите Ребятки Тут Я еще Летом Зимой Хотел Побывать И Мне В принципе Здесь Очень Красиво Давай Ты хочешь Фонариками С деревом Да Цветочки А там Еще Дальше Ниже Можно Посидеть И Дальше Море Смотрите Ребятки Я вам Показывал Ранее Меню Если Что Ставьте На паузу И Что По Ценам Думаю Вы Разглядите Ну Я Скажу Что Ценники В принципе Сравнимы С ценниками Которые У нас В Анапе Единственный Вопрос То По Качеству Девушка Официантка Тут Восхитительная Она Все Запомнила То Что Мы Заказывали Посоветовала То Что Брать Не Брать И Мы Ждем Блюда Играет Нежная Музычка Такая Фоновая Мне Очень Понравился Центральный Зал Будем Выходить Я вам Еще раз Покажу Тебе Как заведение На первый Взгляд Симпатичная Атмосферная Тишина Красота Вроде Страны Дорога Мы Не Слышим Есть Лагман В Крыму Это Традиция Показано Какой Аромат Слушай Я давно Лагман Постоянно Делать Такими Большими Он Наверное Горячий Ты Просто Пальонечка Попробуй И мяско Кусочек Самое главное В армане Мне же захотелось Там Вкусно Точно Не Не Вкусно Не А я Вот так Попробую Лепешечку Еще Съезжую Обидно Что Вечер В этом Заведении Мы вдвоем Больше Никого Нет Обидно Я В плане Того Что Залюдеть Сезон Сегодня У нас 6 Июня То есть Настолько Даже с бадьяном Слушайте Кухня Я хочу сказать Что в этом Заведении Вот по крайней По логману Отличнейше Говядина Распадается Овощи Прям Как должны быть Я просто Тоже Ценитель Любитель логмана Он здесь Отличный Александр дегустирует Далмушки Как Заходит Я действительно Ребятки Не видел Никогда Такой подачи Тулово Прям В мисочку Уложили Морковка Мясо Давайте мясо Попробуем А здесь классно Все классно Честно Вкусно Давайте Продегустируем Далмушку Далмушка Вообще Восхитительно Мне нравится По возрастанию Логман Наверное Самая первая Далмушка Потом Логман Третий Третий Идет плов Просто плов У тебя привык Есть праздничный Здесь Классический плов Все вкусно Все хорошо Но праздничный Люблю я А по сумме У нас Ребятки Получилось Вот так Слушайте Заведение Клевое Классное Ценник Я вам хочу сказать Что в принципе Для местечка Такого Чтобы вечером Посидеть Поесть Провести Хорошее время Шикарно Удобно Уютно Классно Рядочком С морочком Круто До свидания Спасибо большое Кайфанули От души А здесь Что Светлое Хорошо Поехали Искать Ночевку Точнее Место Под палатку Можно Прямо Здесь Поставить С этой стороны Мы проходим Мечеть Когда сюда Шли Что-то Не показало А мы По пляжу Шли Поэтому Не проходили Эти места Реставрация Тут происходит Поделились Кисей Хлебушком Она Хочет Чтоб Мы ушли Потом Естим Какие глаза Все Она хлебушку Тащила И убежала Смотрим На гору Кошку С этой стороны Находимся Уже В Кацвеле Здесь Аквапарк Он будет Работать Только с 15 Июня Хотя погода Шикарная Но людей Нет Тут Проезжали Бунгало От 1500 Рублей Можно снять Прямо На берегу Море Ну там Такие Типа Домики Шатры На берегу Море Такое себе От 200 Рублей Этот пиццу Готовит Такие Эмоции Двигаемся Дальше Хотя можно Прямо Здесь Остановиться И пойти Куда-нибудь Вот туда Поставить Под это дерево Палатку Ну тут сильно Большой обрыв Поэтому особо Тут не хочется Подкладываться Шок И что в Крыму Нет закатов Вот прям жалко Оксана В поисках Конфеты Ты же не будешь Нет Я откатываюсь В твою поиск Вот так выглядит Пляж Это Лесной Ребятки Там Одна Сильная Здесь у нас Одна Пришла Рядышком С нами Но это Наше Место Павковки Довольная Оксана Матрасик Палаточка В принципе Выспались Первый Кто нас Разбудил Были Рыбаки Которые Приехали Начали Материться В 4 часа 40 минут И пошел С ними Пообщался На той машине Не стоят Они Перестали Материться Спасибо Им за это Я с ними Мягко Пообщался Просто Объяснил Он Вроде Боже Седина В голову Без Прибро Они Взяли На лодки Ушли В море До сих пор Никто И не видел Виды Конечно Шикарные Единственное Что на береговой Линии Нету Деревьев Есть Туалет 30 рублей Ключи Где-то Там В кафе Ищи Кафе Закрыто Вопрос Где Туалет Пока Нет Рабачего Кафе Строительство Здесь Глобальнейшее Идет Мы Заезжали Мимо Забора Знаете Здесь Частейще Виды Конечно Здесь Шикарнейшее Люди С утра Плавают Медуз Прям Кишит Особенно Тут С левой Стороны Очень 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 Много Тут Они Причем Таки Видите Аурелий И С каймой То есть Они Чуть Будут Обжигать Это Конечно Корни Роты Наша Стрянка Выглядит Вот Так Слева Палаточка Частейще Море Можно Попрыгать Будет Оксана Водичку 22 Воздух И Это Именно Когда Рассвет Когда Рыбаки Разбудили Жалко Что На Берегу Нету Конечно Дерев Каких Доступов Свободного В лес Все В заборах Все В бетоне Ну Настало Вид Подкрасим Надо Искать Еще Места В которых Можно Спуститься И Находиться Здесь Самим Но Я думаю Что С ЮБК Мы будем Прощаться Потому Что Ну Там Дальше Я Уже Таких мест Даже Не знаю Какая Там Температура Йок Макарек 19 Градусов Море Это Причем У поверхности То есть Там В глубине Будет Еще Круче Ты Будешь Купаться Да Не смущает Эта Температура А Что Смешает Что Тебя Смешает То Что Я Потом Веду Соленая И Лимон Ну Ты Что И Смеш Доброе Бодрое Прекрасное Но Море Плюс 19 Это Температура Не Самая Классная Притом Что Воздух Уже 26 27 Надеюсь Что Все Будет Дальше Хорошо Градус С Градусникам Уж Можем Остаться Бит Замер Температуры Ну В принципе Лето Раз Два Три Полетела Рыбка В рай Освежает Рыбка Дальше Жара На Улице 34 Градус Это 8 53 Ух Она Отсюда Выкурила Если бы не Жара Была Какая-то Тень Мы бы Наверное Сидели Чилили Потому Что Ну Классно В принципе Людей Немного Тут Хорошо Единственный Момент Я всегда Показываю Что мы Уезжаем И после себя Оставляем Чистоту Всегда Чище Чем Было Хотя Здесь Было И так Очень Чисто Людей Потихонечку Становится Здесь Больше Парковая Спасибо За то Что Приятило Отправляемся Дальше Ну Сначала Еще чуть По ЮБК А там Куда Дорога Нас Пройдет Хочется В Севастополь Градусники Утопил Просушил Вроде бы Работает Но 29,5 В машине На контрасте Конечно Полегче Ну То Чем я говорил Тут Везде Едешь Заборы Хотя Спускаешься По такой Парковой Зоне Вниз А люди Идут на море По вот этой дорожке Тут Подыматься На машине Так Тяжело А вот То Что я говорил Вам Ворота Ставят Такие заборы Крутой поворот Направо Как будто Там великаны Живут Ну и магазинчики Здесь есть Я думаю Где-то Может есть Это и центр Поселочком Погулять Но мы Кроме Вот этой дороги Извилисто вверх Ничего тут Особо И не видели Если вы отдыхали Здесь То напишите Пожалуйста Ваш отзыв Зачем Такие заборы Все еще Под видеонаблюдением Иногда Местами Даже встречаются Тротуары Что Несказанно Радует Ну Стройка Стройка Поверните